Ну что, меня зовут Александр, и меня попросили держать слово о трёх темах. Сегодня первая, посвящённая желанию и приключениям желания. Я так построю разговор, что это будет три коротких эпиграфа, три истории, ну и кое-какие заключения. Одно из проявлений всякого кризиса в том, что человек оказывается поставлен между позициями, выборами, желанием и долгом. Обычно в кризисе, когда человеку приходится выбирать, он выбирает чувство долга, реже выбирает собственное желание, но в настоящем кризисе, оказывается, нужно выбирать желание. И для меня очень важно сегодня показать, как в тех историях, когда европейская культура формировалась и переживала, может быть, самый глубокий кризис формирования, этой точкой выхода, точкой решения оказывалась точка верности своему желанию, а не проектирования ситуации в мире, в стране, в широких обстоятельствах. Начнем историю с этого человека, Мартина Бубера. Мне нужно две истории от него. Истории хасидские. Первая, без которой я совсем не могу начинать, это история про одного, наверное, самого веселого цадика, который однажды плакал. Они плакали редко, но его звали Зуся, имя подходящее. Зуся нельзя забыть, он жил в городе Анаполе. Все его любили за то, что он был простой, юродивый и обычно смешной, но однажды горько плакал. И все утешали его в городе и спрашивали, что ты плачешь, что случилось. Он говорил, что был сон ночью, должен умереть, страшный суд. И там Бог задает такой вопрос, на который совершенно не знаю, как отвечать. Все жители города его утешали и говорили, ну подожди, неужели он тебя спросит, Зуся, почему ты не жил в жизни Моисея или Авраама? Он говорил, нет, такие вопросы он не задаст, потому что это очень легкие вопросы. Он спросит другое, он спросит, Зуся, почему ты не жил в жизни Зуси? Я не знаю, что сказать и плачу. Философия, на самом деле, это попытка ответить на слезы Зуси. Философия больше ничем не занимается, я думаю, кроме попыток разобраться с тем, о чем он плакал. Люди примерно после 12 лет, все на земле, я еще не встречал ни одного, знают, о чем Зуси плакал. Человек это очень странное животное, которое может плакать от того, что, вернее, может легко жить не свою жизнь. Каждому это удается блестяще, жить не свою жизнь. Но иногда мы, открыв это, плачем и думаем, почему бы не попробовать прожить свою собственную, а не чужую. И оказывается, поразительным образом это непросто. Греки это открыли осознанно, но, конечно, дело не в античности, не в Греции, а в каком-то более широком плаче человека о своей судьбе. Если назвать счастливым человека, которому удалось прожить свою жизнь, а не чужую, мы попадаем как раз в пространство Бубера и Зуси. Чтобы была понятна трудная задача, был такой прекрасный мистик в 20 веке, гуру хиппи и 70-х годов, Томас Мертон, который даже книжку одну свою назвал, святой это человек, которому удалось прожить свою собственную жизнь. Мне очень нравится это определение, из него следуют две вещи. Во-первых, прожить свою собственную жизнь очень сложно, так же сложно, как быть святым. А во-вторых, оказывается, что у каждого из нас есть только одно настоящее желание. Быть святым в том смысле, чтобы справиться с этой задачей и прожить свое, а не чужую. Вот что с этой задачей делать, почему это сложная задача? Тому же Буберу принадлежит еще одна история, очень красивая. Одного цадика спросили, какие у дьявола по отношению к каждому из нас желания, чего он хочет добиться. Ну, во-первых, не очень понятно, кто такой дьявол. Об этом всегда можно или долго, или не нужно совсем. Но есть одно совершенно потрясающее определение, которое принадлежит оксфордскому профессору и епископу по совместительству Калли Стуверу. Очень английское определение. Дьявол – это тот, кто никогда, нигде, ни в каком смысле не джентльмен. По-моему, это очень хорошее определение, очень функциональное. Если вы встречаете человека, который не очень, уже есть подозрения. Но когда никогда, нигде, ни в каком смысле, это уже прямо можно применять в жизни не джентльмен. Вот этот никогда, нигде, ни в каком смысле не джентльмен, на первую очередь по отношению к каждому из нас имеет тысяча и одно желание. На самом деле, говорил один царик, желание одно единственное. Если он его добивается, все остальное получается автоматически. Задача такая – заставить нас забыть, что мы царские дети. Вот это совершенно замечательная формулировка, особенно на фоне того, что все маленькие дети на свете прекрасно знают, что они царские. Вот у меня была такая подружка, итальянка Анина, которая рассказала потрясающую историю. Когда она была маленькая-маленькая девочка, мама ей в Италии, итальянка, не украинка, подарила украинское красивое платье на Новый год, и та расплакалась. И сквозь слезы она услышала, как мама ее спрашивает, «Аниночка, неужели тебе не нравится платье?» Она сказала, «Очень красивое, но я не хочу быть украинкой, я не хочу быть итальянкой, я хочу быть принцессой». Понятно? Вот все дети точно знают, что они хотят быть принцессами или принцами, и уж на худой конец рыцарями. И если они так хотят, они точно знают, какого именно царства. Царство одно, поэтому, в общем-то, и проблем никаких нет. Потом с возрастом люди взрослее начинают определяться. И вот эта определенность, когда мы отказываемся от статуса царского ребенка и соглашаемся быть гражданином, предпринимателем, отцом, лауреатом, призером и так далее, все это звучит неплохо, но все это игра на поражение. Для нашего дальнейшего рассказа хорошо бы было помнить эти два горизонта. С одной стороны, взрослые люди – это люди, которые почти проиграли битву, потому что редко помнят о том, что они царские дети, в отличие от детей. А с другой стороны, каждый человек все-таки иногда плачет слезами зуси, вспоминая о том, что было бы неплохо попробовать прожить свою жизнь, а не чужую. Тогда возникает вопрос, что с этой простой задачей делать, откуда начинать. На первый взгляд, самый банальный ответ заключается в том, что человек может делать, что хочет. Только на первый взгляд, это вопрос, имеющий отношение к психологии. На самом деле, к психологии это не имеет почти никакого отношения, потому что это связано с самой структурой человеческого сознания. Человек – вот такое существо, для которого очень легко ответить на вопрос, чего ты не хочешь. Каждый из нас, собравшись с друзьями, за три минуты договорится о нежелательном. Но если спросить друг друга по-настоящему, что ты хочешь, придется собирать мужской клуб плаксы, где люди начнут формулировать свои сокровенные желания и понимать, насколько это непросто дойти до понимания каких-то настоящих вещей. Вот ровно из этой проблемы рождается в Афинах философия, как дело свободных людей, у которых есть свободное время. Они могут позволить себе делать, что хотят. Проблема в том, что они не особенно в этом разбираются, уж тем более им хорошо знакомы эти слезы зуси. Античная философия рождается ровно из этой задачи. Обычно всех детей в мире веселит перевод слова «школа». Недавно у меня был такой очень комический случай. Я выступал перед примерно 40 директорами школ, причем хороших школ. И просто даже не собираясь никого развлекать, спросил, но мы, конечно, помним, как переводится слово «школа». И оказалось, пошел легкий такой ветерок по аудитории. Оказалось, ни один из людей в аудитории не знал, что значит слово «школа». Это было неплохо для директоров. Более того, один человек справа в углу, один из директоров, начал смотреть в телефоне. Говорят, что вы делаете, нельзя списывать. Когда дети узнают перевод слова «школа», они прямо смеются, потому что это значит свободное время. В античности свободные люди в свободное время выясняли, чего же они хотят, чтобы по-настоящему быть счастливыми. И, конечно, этим не занимались рабы, а только свободные граждане. И первая история будет посвящена тому, что, собственно говоря, изменилось в Европе. Изменилось так, чтобы появилась европейская цивилизация. Ну что, начнем. Первая история посвящена этому человеку. Несмотря на то, что у него на голове кружок, его зовут Бенедикт Нурсийский, он святой покровитель Европы. И долгие-долгие века считался вот таким вот отцом-создателем европейского цивилизационного пространства. К нему присоединились только в 20 веке. Папа Иоанн Павел II еще добавил пятерых. И теперь шесть покровительные Европы. Но долгое время он был один. И нужно понять не природу его святости, а природу его цивилизационного решения. Почему считается, что именно этот человек создал некую цивилизацию, существенно отличающуюся от античной и остальных, которые были вокруг европейского полуострова. Бенедикт Нурсийский – это был молодой человек, римлянин, который в конце V-начала VI века принял одно личное решение. Про это решение один из выдающихся современных, все еще живых и прекрасно себя чувствующих мыслителей, Алистер Макентайр, однажды сказал такую вещь, что наши времена очень похожи на позднюю Римскую империю. А в поздней Римской империи, кризис умирающей империи, решили молодые люди, которые приняли решение не связывать вопрос о собственном счастье с вопросом о судьбе империи. И они победили. То есть это люди, которые приняли решение рассматривать любые вопросы, исходя из вопроса одного единственного – «Следующий ты своему желанию, счастливый ты, и живешь ли ты свою жизнь, а не чужую». А вон в начале один, потом к нему присоединились другие молодые люди, ушел в горы, чтобы проверить эту возможность. Вот если я не знаю, что будет с Римской империей, но не знаю, и не могу свою судьбу связывать с прогнозами, могу ли я, начав заново на скале, в группе образованных молодых людей, решить философскую задачу – прожить счастливую, свободную жизнь, свободного человека. Смотрите, он был философ в том смысле, о котором я говорил, его тоже заботили слезы Зуси, но он кое-что добавил по отношению к античной философии. На первый взгляд кажется, что это очень простая добавка, но очень существенная. Из нее рождается Европа. Он создал компанию, по которой потом стал называться Бенедиктинский орден, девизом которой являются слова «ура et labora» – «молись и трудись». Но то, что монахи молятся, это очевидно. Гораздо интереснее слово «трудись». В античной философии трудись – это никогда не призыв к философу, потому что физический труд – это дело рабов. Почему? Потому что физический труд – это то, что мы предпринимаем для того, чтобы выжить. А для того, чтобы быть счастливым и жить, нужен какой-то другой род труда. Духовного, интеллектуального, душевного, но не физического. Для античной культуры физический труд – это про выживание. Про жизнь – это что-то другое философия. Что делает Бенедикт? Он заявляет, что физический труд нужен не только для выживания, но на самом деле является такой штукой, которая может преобразовывать и мир, и самого человека. То есть труд может выступать в роли практики себя, способа понять, кто ты и что тебе соответствует или не соответствует. И он привносит труд в сферу инструментария духовных практик. Он считает, что можно относиться к труду не как к способу выживания, а как к способу трансформации себя самого и лучшего понимания, кто ты. Это изменение отношения к труду, как преобразующей деятельности, имеет автора, вот он на экране. Это очень странно. Нам кажется, что это какие-то совершенно очевидные, интуитивные решения. Но вот у такого решения есть автор. С тех пор бенедиктинцы всех удивляют. Если вы приедете в любой бенедиктинский монастырь, вас удивит, что это монахи, которые варят пиво, но никогда его не пьют. Это монахи, которые зачем-то выращивают ананасы в Скандинавии. Это монахи, которые на маленьком-маленьком островке, где-то возле Ирландии, умудряются построить циклопические постройки. Так что вы не можете поверить, что это сделали люди, а не какие-то великаны. И вот для меня история с бенедиктом – это как в школьном учебнике по математике постановка задачи и ответ в конце. И, собственно, это тема нашего сегодняшнего вечера. Кто такой бенедикт? Бенедикт – это молодой человек, который сказал, вопрос о моем счастье – это мой вопрос. Он не связан с контекстом города, империи, вселенной. Это вопрос моих отношений с миром, с Богом, с природой, которую я буду преобразовывать. Все, точка. И попробуем проверить, можно ли на этом построить цивилизацию. На первый взгляд кажется, что это проект такой в духе Робинзона Круза. Должно плохо кончиться. Но на самом деле оказалось, что эти монастыри со временем оказались очагами цивилизации. То есть потом подплывали викинги, ставили недалеко ВИК, образовалась двухъядерная модель, когда есть некий монастырь, сохраняющий цивилизационные практики. Есть некие викинги, которые вместо того, чтобы ограбить, пользуются благами и договариваются с этим местом. И возникают структуры европейских городов. Сейчас есть огромная тема. Вот в нее потихоньку входит Андрей Бауместер. У него есть несколько лекций об этом. Тема очень странная, мощная, но до сих пор плохо описанная. О том, как первое тысячелетие в Европе, собственно говоря, передавались цивилизационные практики и через какие институции. Вот одной из мощнейших институций были, собственно, монастыри этого человека, общины этого человека, которые отправлялись в самые неприспособленные для жизни места, на острова, в горы, в леса. И строили свои маленькие монастыри, в которых не просто молились, сделали какие-то духовные практики, а занимались физическим преобразующим трудом, который не был призван поддержать их жизнь. Был призван помочь им понять, кто они. Вторая вещь – это вопрос о свободе. Если в античности только свободные люди решали философский вопрос, Бенедикт считал, что то, что случилось в Европе с христианством, привело к тому, что каждый человек, поскольку он свободный по своей природе, стоит перед философской задачей. Каждому из нас нужно решить проблему нашего собственного счастья и способности прожить свою жизнь и чужую. Но если мы это все послушаем, 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 то внутри все-таки формируется скептиз. Есть люди, занимающиеся духовными практиками, есть люди, которые уделяют этому много внимания. Но при чем тут цивилизационные преобразования? Вот мы должны сразу перенеснуть учебник и посмотреть в конец. И я думаю, что вы все это видели так или иначе, потому что это то, что всегда удивляет в путешествиях по Европе. Буквально несколько фотографий бенедиктинских монастырей реальных. Монте-Кассино. Это так в войну он был разгромлен. После бомбардировок он стал таким. Это место, где находится сейчас Святой Бенедикт. Вот представьте себе такой комплекс. Кто управляет этими комплексами? И, наконец, объект, который в какое-то время меня совершенно потряс. Такой более-менее скромный бенедиктинский монастырь в Кракове. Под Краковом. Меня туда повезли, потому что там, как всегда, в бенедиктинских монастырях всякое варенье, всякое сельское хозяйство и так далее, и так далее. Но вот каково было мое удивление, когда оказалось, что таким монастырем управляют буквально около 10 человек. Это монахи, у которых есть более-менее строгая духовная практика. Это не нанятые управляющие. А они управляют. То есть бенедиктинцы умеют совмещать какие-то две вещи. С одной стороны, это ордена, которые прям заняты молитвой, заняты своими практиками. Они все время в духовном пути. Они выходят редко на улицу. Многие из них вообще никогда. Но при этом у них огромные хозяйства. Я когда начал эти лекции читать в бизнес-школах еще где-то, всегда возникает вопрос, как у них построено управление. Например, принятие решений. Каким образом они удерживают много бизнесов. Почему эта структура устойчивая, несмотря на разные эпохи, разные экономические, политические, культурные контексты. Почему они есть по всей Европе, эти монастыри. И кто ими в конце концов управляет. Была даже такая попытка организовать обучающее путешествие в бельгийский монастырь, бенедиктинский, чтобы посмотреть, что они в конце концов там делают. С точки зрения экономики. Что это за практики. Сейчас это очень модно. Сейчас существует десятки учебников. Бенедиктинское управление, бенедиктинские подходы. Но нас интересует одна вещь. Что в V веке один молодой человек ушел в горы. А через 5 веков, через 500 лет, вот такие сооружения покрыли Европу. И из них, как из источника, формируются города. Как во всех школьных задачниках, проблема в том, что мы видим сложную задачу в начале и красивое решение в конце. Но так нечестно. Подглядывать нечестно, потому что нужно понять, как они этого достигли. То есть, как можно пройти от задачи к решению. И про это будет вторая история. Вторая история, о которой я буду рассказывать, принадлежит этой сеньоре. Зовут Морелла Карлотти. Она живет во Флоренции. Вот эта история о том, как, собственно, европейцы решили задачу. От V века пробрались к расцвету европейской цивилизации. Что значит расцвет? Рассвет, понятие относительное, нужно взять случай. Конечно, Флоренция. Флоренция вперед своего высочайшего расцвета. Самый богатый город на Земле. Наверное, вы знаете, в чем экономическая загадка Флоренции. Это великий итальянский город, у которого не было никаких природных ресурсов. До того, как Флоренция вступает в игру, у нее нет ровно никакого стратегического преимущества. Местность не очень, Генуа, Венеция контролируют порты, есть Рим, все море выведено в республики. Флоренция на берегу реки, которая контролируется другими городами. И, в общем-то, каким-то странным образом по экспоненте этот маленький городишко становится быстро самый богатый город на Земле. Это связано с двумя вещами. Одна даже такая странная, покраска тканей. Можно ли на искусстве красить ткани, стать самым богатым городом на Земле. Но флорентийцы это соединили, конечно, с созданием банковской системы. Это были первые люди, которые научились не возить деньги на резиночки. Город стремительно богатеет. Конечно, как все стремительно богатеющие ребята, флорентийцы начинают принимать такие необузданные решения. Например, они собираются построить самый большой собор в мире. Но они принимают простое решение, чтобы туда могли поместиться все жители Флоренции, которые есть сейчас, и немного на перспективе. Просто нужно заложить такой огромный собор. Конечно, это Санта-Мария-дель-Фиоры, один из самых великих соборов на Земле. Но с ним связано одно потрясающее правленческое решение, которое обычно смущает и веселит современных людей. Когда они закладывают этот город, все есть, средства есть, есть, материалы есть, управление есть, науки, искусство, все на месте. Есть только одно маленькое, но никто не делал таких куполов. Просто никто никогда не покрывал крышу таким куполом. А им очень хотелось. Они принимают потрясающее решение. Чертежа, проекта нет. Они говорят, строим. Флорентийцы, они по-другому мыслили. На наш взгляд, они мыслили абсурдно. Они принимают решение начинать сразу. Но поскольку это Богу надо, чтобы в Флоренции появился самый красивый дом Божий на Земле, то надо просто Бога все время просить, чтобы Он прислал человека, который построит крышу. Ну, в конце концов, Он же пришлет. Поэтому люди начинают немедленно строить. А параллельно возникает группа, храмы, группы, молитвенные группы, которые молятся каждый день о том, чтобы Бог послал человека, который покроет крышу. Когда весь этот собор уже был построен, Бог все еще не послал. Флорентийцы не унывали, продолжали. Через 50 лет, по-моему, после того, как уже все было построено, стояло вот это все с огромной дырой посередине. В 1341 году Данте умер, 20 лет уже как умер Данте. В город приглашен старик, величайший флорентийский художник, архитектор, строитель, их все, Джотто. Джотто флорентийц. Для Джотто это, конечно, величайшая привилегия. Он приглашен как главный архитектор города. И старику на откуп отдан город. Как он его видит, начнет что-то с ним делать, так и будет. И Джотто должен что-то успеть. Он уже очень пожилой. 1341 год. Он принимает решение что-то строить. Дырка в крыше есть. Стены выгнаны. И он начинает строить вот эту прекрасную вещь. Вот эта штука. Компанила нас интересует. Нас интересует компанила. А Джотто, старейший Джотто, понимает, что его времени хватит на то, чтобы решить компанилу. Компанила это итальянское изобретение. Я не знаю, сознавали вы или нет, что, например, православный мир все колокольни взял у итальянцев. В православном мире не было колоколин. Это итальянское изобретение. Европа подарила нам колокольни. Мы Европе подарили орган. Знаете, что это византийское изобретение. У нас не прижилось, но там неплохо подошло к духу культуры. Нас устроили колокольни. Вот компанилы. Они есть во всех итальянских храмах. Но Джотто понимает, ну раз такой собор, то, наверное, надо и какую-то компанилу серьезную. Вот так она выглядит. Это баптистерий, башня. И Джотто решается на очень красивый шаг. Он собирается делать сооружение, которое помогает всякому человеку, который проходит по этой улице и любуется. Я не знаю, всегда есть люди, которых Флоренция своим, Санта-Мария-де-Фьора, застала врасплох. Я думал, я один такой. Но там очень часто бывает такой феномен, когда человек идет по улице, где все красиво-красиво, ты идешь-идешь-идешь, и вдруг это. Откуда ни возьмись, появляется это, и ты уже не знаешь, как дышать, потому что ты никогда до этого не мог представить, что это вообще в принципе возможно такое сооружение. Вот если мы на него смотрим, то вместо вздоха восхищения рождается вопрос, ну как? Вот как люди, такие же, как мы, с руками, ногами, с нашими способностями, это соорудили? Это шедевр цивилизации, высшая точка. И Джотто прямо внутри этого здания рассказывает рассказ о том, что человеку надо делать в жизни, чтобы понять, откуда берутся эти штуки. Да? Вот эти два ряда нас будут интересовать. Значит, что такое колокольня вначале, прежде чем к вам рядам вернуться? Как будто все просто. Это сооружение, призванное сообщать нам о времени. А в средневековье время узнавали люди с помощью ушей. Потом что-то поменялось примерно в 12 веке, когда люди стали узнавать время с помощью глаз. Казалось бы, ну а на что это влияет? На очень существенную вещь. Когда церковь определяет время и передает людям сообщение времени с помощью звука, это значит, я знаю время и иду исполнять, например, время молитвы, и я должен молиться, но пользоваться этим временем я не могу, потому что время в средневековой культуре это подарок. Подарки нельзя превращать в прибыль, поэтому церковь может сообщить о времени как о подарке, но не должна давать возможность этим подарком пользоваться для получения прибыли. Когда появляются городские часы со стрелкой, с этого момента оказывается, что временем можно пользоваться. Можно нанимать человека на работу от стольки до стольки, например, и это значит, что мы подарок используем для получения прибыли. И во Флоренции начинаются потрясающие дебаты является ли грехом экономическое использование подарка для обмена и получения прибыли. В это время формируется банковская система учения о частинище и часы со стрелкой побеждают часы башены. Война города с церковью за время происходит как война двух видов времени определяемого на слух и определяемого на глаз. Вот, конечно, эта компаниила сообщает о времени, но для Джотто важно воспользоваться этим и сказать, что время – это просто свойство мира. Но человек в этой вселенной – это тот, кто способен превратить время в историю. как осуществляется превращение времени в историю. Джотто говорит с помощью труда, труда свободного человека, который пользуется временем для того, чтобы трансформировать мир. Вот эта способность свободного человека превращать время в историю через труд – это главный лейтмотив его рассказа, который он здесь нам собирается сообщить. Мы с вами сейчас пойдем гулять и будем идти так, от входа слева направо, потом пойдем в глубину. Вот в этом здании, кстати говоря, расположена одна из самых древних в Европе скорых помощи и называется Мезорикорния. Несколько лет назад она справляла 600 лет городской скорой помощи, которой флорентийцы пользуются чаще, чем государственными службами. Вот мы пойдем в глубину, потом мы по противоположной стене справа пройдем налево и там есть ворота, которые ведут в храм внутрь. Джотто рассчитывает на то, что внимательный человек, пройдя этот путь, ответит на себя на вопрос, как именно человеку удается превратить время в историю через труд, но самое интересное, как человеку удается стать счастливым. Это таблицы соответствий и вначале просто схема. Смотрите, слева направо это планеты от Сатурна до Луны, то есть мы идем к Земле, к Земле, приближаемся к Земле. Рассказ начинается как бы с неба на Землю. И построено это так. Сейчас мы увидим вот такие барельефы. Сейчас покажу, как они выглядят. Видите, мы их сейчас по имени полюбуемся. Вот так выглядят планеты наверху, Луна и Сатурн, например, ромбики, а шестиугольники внизу. Что интересно, нам нужно увидеть рифмы между верхним рядом и нижним. Всегда рассказывается одна и та же история, что человек, он живет под небом. И поэтому естественный человек, который ни о чем не думает, он дачник, он не знает представителей какой он культуры, какие у него цивилизационные культурные коды, он просто живет под небом. Все равно этот человек способен заметить, что что-то им правит. Что им правит? Планеты управляют, потому что на небе управляют какие-то естественные циклы. Поэтому Джотто говорит, вот для естественного человека, живущего на даче, для него есть планеты. И каждая планета это рассказ об определенной форме труда, ей соответствующей. Вот мы начинаем с небесных, с далеких планет, приближаемся к земным. И потом этот принцип будет работать все сильнее и сильнее, на следующих стенах. Но для него очень важно установить соответствие верха и низа. И вот он рассказывает историю, через историю планет, тем, что происходит на земле. На земле происходит история рождения цивилизации и труда. То есть, в нижнем ряду всегда речь идет о цивилизационных революциях, о том, что меняло буквально человеческую жизнь. Что же это? Первая картинка это Бог творит человека. Опять, смотрите, он творил шесть дней, Джотто сокращает басню. Его интересуют по сути. Почему это первый рассказ о труде? Потому что для Джотто, таких людей, как Джотто, человек открывает силу труда по одной причине. Почему труд это не только про выживание? По простой причине, потому что Бог тоже это делал. И человек в той мере божественен, в какой он может повторять божественное деяние. Если сам Бог трудился, то тогда человек тоже трудясь подражает Богу. По-гречески творец это поэт. Это тоже очень важно, что в греческом тексте Бог называется поэт. И в греческом языке слово поэзия. Поэзия это действие. Это не про слова, это про поступки. Поэзия это когда мы действуем. Мы можем действовать с помощью слов, можем с помощью рук, но всегда это действие. И всякое осуществленное действие это действие поэтическое. Бог творит человека, поскольку он творит, работает с материалом из глины что-то месяц, то мы тоже трудясь принимаем участие в этом процессе. Поэтому если мы хотим понять, что такое труд в нашей жизни, нужно смотреть на первую картинку сюда. Короче, Бог сотворил Адама. Надо понять, какой следующий акт. Еву сотворит. То есть казалось бы, можно было сэкономить и рассказать. Сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Точка. Нет. Два разных шестиугольника. Почему? Потому что благодаря Еве человек теперь существо, которое открывает себя через общение. Это существо коммуницирующее. То есть существенно не одинокое. Существенно не одинокое. но мне конечно из бока из ребра достается Ева. На самом деле это потрясающая метафора, потому что ребро это единственная кость, призванная защищать сердце. И метафора потрясающая. Вначале твое сердце делают уязвимым, создают рану, которая открывает сердце и делает его ранимым, а потом появляется некто, кто защищает это сердце, которое и есть защита сердце. И конечно в Библии очевидно, что все, что творится позже автоматически лучше того, что было раньше. Это общая логика. И понятно, что в этом смысле вершина творения это женщина. Эта история важна, потому что человек не только трудится, он не только одинокий труженик, но он тот, кто общается, тот, кто открывает себя внутри общения. А дальше начинаются человеческие труды. Это рельеф о первом труде человека. Уже видно, что это после грехопадения. Он не собирается изображать грехопадение, Джоту это неинтересно. Он изображает первый день труда падших людей. Откуда видно, что они падшие? Некоторые говорят, что Бог наказал людей, когда они согрешили. Это не совсем так. Они когда согрешили, надели на себя жуткие повязки из растения, из листиков что-то сплели, Бог, видя, что они очень страдают от того, что им неудобно быть голыми, Он дает им одежды кожаные. Возникает главный парадокс человеческого труда. С одной стороны, в труде есть потенциал самораскрытия, самопонимания духовной практики, а с другой стороны, человек трудится в поте. Трудиться трудно. С этого момента трудиться трудно. И поэтому парадокс человеческой жизни заключается в том, что путь счастья для многих людей закрыт, потому что они не хотят брать на себя трудное. Они начинают трудиться, и дальше начинаются собственно говоря плоды этих трудов. Появляются технологические решения. Технологическое решение первое. Пастушество. Значит, пастух изображен лицом творца. Вот смотрите, вот видите, справа творец, слева человек-пастух, похоже. Музыка. Но все люди в душе поют. Если они не умеют петь, то все равно поют. Поэтому вот человек, который остался под звездами один на один, под планетами, конечно, запоет. Это какая-то, если ты пастух и певец, то это какие-то простые виды труда, пока, с точки зрения технологии, ничего сложного. А вот третий барельеф уже гораздо интереснее. это металлургия. Представьте, ничего себе скачок, да? Пастух, певец, металлург. Причем тут металлургия, если мы говорим о простейших видах труда. Вот загадку этой металлургической метафоры в какой-то степени для меня раскрывает сказка «Волк и семеро козлят». Как вы помните, волк для того, чтобы поменять голос, стать счастливым обладателем голоса, как у мамы, ему удается только посетив кузнеца. Это достаточно странно. А ни хирурга, ни учителя, ни кого-то еще. Кузнеца. Это последнее, что нам приходит в голову. Если нам надо голос поменять, отправиться к металлургу. Во всех сказках фольклорных сюжетах это очень серьезная фигура кузнец. Почему кузнец? Для всех архаических культур это древнейший образ человека, который управляет временем. То есть кузнец специалист не по металлам только, а по времени. Почему? Была такая идея, что металлы вызревают внутри гор. Там руда проходит какой-то путь трансформации и за долгое время руда становится разными металлами. И это похоже на беременность. В принципе гора рожает металл. А кто такой кузнец? Кузнец это тот, кто может ускорить роды. Он может взять недоношенный металл, что-то с ним поделать и доносить быстро. И во всех архаических культурах кузнецы, люди работающие с металлом это люди, которые умеют управлять временем. венец человеческой цивилизации под звездами и планетами это виногелие. Лежит Ной, ему очень хорошо, лучше не будет уже. Стенка закончилась. Счастливый пьяный человек под лозой. Лоза напоминает царство небесное, вершина человеческого труда. И вот мы переходим на следующую стену. Что происходит на следующей стене? Джотто говорит, теперь происходит такая вещь, сам Бог вмешивается в историю. Бог действует. К чему это приводит? Человек может теперь ориентироваться не на звезды, не на планеты, ориентироваться на то, что средневековые люди называют добродетелями. Он может вести себя как свободный человек и строить свои отношения не со звездами и планетами, а с самим Творцом. Как свободный со свободным. и жить свою жизнь как свободный человек. Если это так, то тогда возникает следующая стена. Смотрите, вместо планет появляются семь добродетелей. Вера, любовь, надежда, благоразумие, справедливость, терпение, мужество. Вот и всем именно в таком порядке. И смотрите, что делает Джотто. Очень красивую вещь. Он говорит, что свободный человек это тот, кто может преодолеть власть естественных законов. Он может сделать так, чтобы его жизнью руководили все-таки не планеты, а свободный разговор свободного со свободным. И тогда, что такое добродетели? Это мое решение вступить в отношения. Например, вера это вера в то, что твой собеседник свободный. Есть. Это творец. Любовь это когда тебе недостаточно знать, что он есть, и ты жаждешь воплощение любви, воплощение его присутствия в этом мире, как любви. И наконец, тебе хотелось бы, если это любовь есть, чтобы она давала плоды во времени. Это надежда, способность терпеть, претерпевать и выращивать. И так далее. То есть вот эти семь слов вверху это то, что появляется в человеческой жизни вместо планет. И тогда он говорит, раз у нас появляются новые звезды, то появляются новые технологии, буквально новые технологические решения. Посмотрим на них. Вера, любовь, надежда вверху. Несколько комментариев. С верой как будто бы все просто. Крест и чаша. С любовью рок изобилия. Справа, но с надеждой очень интересно. Надежда в средневековье изображалась всегда как крылатое существо на коленях, которое скоро упадет. Это вот это именно поза. То есть надежда это человек, который не боится падать назад, потому что он точно уверен, что что-то его поддержит. И наконец, смотрите, под верой Джотто изображает астрономию. Как связана вера и астрономия? Он говорит, что если человек начинает разговаривать не с планетами, а с Творцом, вся вселенная становится маленькая, как комната. Это просто теперь мой дом. Вот я сижу как в комнате во вселенной и большой человек переживает всю вселенную как маленький маленький дом. И астрономия это как любование собственным домом, обустройство себя в космосе. Интереснее с любовью в качестве проявления любви на земле возникает строительство. Смотрите, что изображено? Какой-то гигантский человек, опять похожий на Бога, из два маленьких. Кто это такой сверху? Вот строительство для средневековых людей это такой вид труда, в котором очень важно понять, что у тебя есть мастер. Это рождается из любви. Любовь это искусство следования, искусство служения, искусство признания того, что есть люди, за которыми тебе хочется и нравится идти. Это когда мы связываем идею своей жизни с идеей служения. И поэтому как только человек научается служить, появляются такие технологии, которые используют это как преимущество, в которых есть мастер или строитель. Это человек, который приезжает, командует, дает распоряжение, управляет и рождается строительство. Строительство невозможно без интуиции любви. По поводу этого шестиугольника очень много споров было у искусствоведов. Я посмотрел пару десятков книг, как только не интерпретировали. Почему под надеждой это? И что вообще изображено? В конце концов, пришли к тому, это медицина, ну и логично, раз надежда, то медицина существует только потому, что мы надеемся на излечение. Кто еще воплощает надежду, как неврач? Но что он делает? Он смотрит мочу на свет. Эта поза Морелой Карлотти очень красиво интерпретируется. Она говорит, посмотрите, как прекрасно, этот человек так же величественен, как астронома. Только но если в тебе есть надежда, что для тебя моча не менее информативна, чем звезды, она хранит знание того, что перед тобой, раскрывает тайну. И какая разница, маленькая эта вещь или большая, если она ценная, ценная для того, чтобы реализовать надежду. Дальше интересней. Вверху благоразумие. Под благоразумием расположено искусство верховой зды. Нам, конечно, это немножко непонятно, у нас, не знаю, может, мы сейчас вместе аналог придумаем, но для средневекового человека почему искусство верховой везде важно? Это не просто про лошадей, это про искусство мышления, потому что Лютер, не самый средневековый человек, однажды сказал, что человеческий ум подобен пьяному всаднику в седле. Если ты постараешься поддержать его с одной стороны, он упадет в другую сторону. Для человека очень важно не заваливаться в крайности, удержать меру. Вот задача мышления, как удержание в седле, удержание между двумя крайностями. Это лучшая метафора аристотель левского учения о мере. Если у тебя не будет меры, ты просто с коня упадешь. Поэтому в качестве эмблемы благоразумия возникает искусство верховой езды. Дальше очень интересно, что под справедливостью возникает ткачество. Флоренция ткала. Это было самое прекрасное, самое сложное изображение, поэтому оно сломано. Все нити сломаны. Для флорентийцев метафора ткачества это центральная метафора, которая есть не только во всех языках, но во Флоренции особо почиталось. Чем занимаются женщины? Ткут. Почему именно женщины? Потому что они ткут в двух смыслах. И руками за станком и в животе, когда вынашивают ребенка, он ткется из тканей. Вот эта идея, что мы состоим из тканей, разных тканей, физиологических тканей, то есть мы все сотканы, и Богородица в молодости ткет в детстве из красной нити, ткет красной нити, а потом когда становится мамой в чреве своем, ткет из крови, тоже из красной нити, то есть она как бы всю жизнь специализируется по красной нити, но и все женщины на самом деле заняты тем же самым, но вот эта сама мысль, что жизнь это ткачество, что справедливость это ткачество, конечно это не только флорентийская идея, потому что весь город это город ткачей и банкиров, но и потому что это базовая метафора культуры. Потом следующее терпение это суды, наверное все люди занятые судами знают, что у них терпение очень важно, но все-таки о терпении долго говорить не будем, но вот следующее потрясающее, под мужеством механика, то есть если мы начинаем практиковать мужество, то возникает механика, почему механика, и в качестве главного механика человечества появляется Икар, вернее простите не Икар, а его папа Дедал, Дедал, как великий механик, великий мастер на все руки, вот это он изображен, видите, и там внизу как раз падение сына, он летит механикой, иногда говорят христианский храм, изображен мифологический сюжет вообще, что происходит, идеальный механик, какой-то человек с крыльями, и речь идет о мужестве, в латинском языке, в итальянском, это связано, карыч в английском, кораджо в итальянском, кораджо связано с кор, сердце, очень важно, что мужество, это искусство быть сердечным, представьте себе, то есть, мужественный человек, это человек, который имеет смелость идти за своим сердцем, это на самом деле совершенно потрясающая вещь, связанная с нашей темой желаний, потому что для того, чтобы жить своим желанием, нужно иметь смелость следовать за желанием, потому что многие вещи тебя отвлекают, пугают, заставляют смотреть по-другому, нужно быть мужественным для того, чтобы идти за своим желанием, и поэтому добродетель мужества, в слове мужества мы этого ничего не слышим, а в слове карыч слышим, что быть мужественным значит быть человеком с воспитанным сердцем, не умом, а сердцем, и мы закончили стену, то есть, что он нам рассказал, он сказал так, дорогие друзья, если вы хотите жить как естественные люди, руководствуясь планетами, вы можете, есть силы в мире, естественные законы, которые будут вами управлять, но если вы откроете в себе свободу, а ее можно открыть только в свободном отношении со свободным творцом, вы откроете новые формы труда, которых не было до этого свободного решения, что это за формы труда, астрономия, строительство, медицина, верховая езда, качество, судебное дело и механика, как только человек свободный, появляются эти четыре вида труда, потом мы переходим на следующую стену, мы на третьей стене, представили, мы заходим, опять, визуально представьте, что вы смотрите слева направо, что и заходите в храм, уже чуть-чуть осталось, что мы видим, мы видим уже не планеты, не добродетели, а что, семь того, что в средневековье называют свободными искусствами, семь свободных искусств, хочешь быть образованным человеком, занимайся свободными искусствами, как это назвать на нашем языке, астрономия, музыка, геометрия, грамматика, риторика, логика, арифметика, то есть, если человек начинает управляться не только звездами, не только добродетелями, но и семью свободными искусствами, если он обучен, то в мире появляются тонкие технологии, что же это за технологии, тут, конечно, красиво, опять, рифма, есть астрономия, помните, что она из нижнего ряда, на предыдущей стене она была внизу, как плод веры, но когда мы долго занимаемся астрономией, она становится наукой, мы начинаем учить ее в университете, и как результат у нас возникает технология навигации, мы научаемся водить корабли по звездам, а не по берегу, рождается навигация, и дальше очень логично, попробуем проследить рифмы, навигация, очень красивый барелев, его обычно цитируют на бложках книг, и так далее, но это самый любимый, под музыкой появляется политика, это, кажется, главное отличие флорентийцев от современных людей, средневековая тема очень простая, кто такие политики, политики это те, кто гармонизирует общество, которые слышат всех, и создают из этого музыку, не какафонию, а гармонию, поэтому человек без музыкального слуха не может входить в многоголосицу, но все равно, смотрите, какая странная идея, что человек с музыкальным слухом призван быть политиком, потому что он хорошо слышит, и ему режет слух какафония, он заинтересован в том, чтобы достичь лада, гармонии, общего звучания, и под прекрасным барельефом музыка внизу расположен Геракл, который убил монстра палкой, такой символ политика, навел порядок, монстра убил, монстр поверженный, и Геракл задумчивый с орудием политики, смотрите, астрономия, музыка, геометрия, под геометрией идет написано сельское хозяйство, но разметка земли, конечно, геометрия, измерение земли, конечно, там было сельское хозяйство, под грамматикой театр, искусство театра, игры, театра как вершины игровой активности, но что может быть выше, чем технология театра, это скульптура, почему скульптура, это не потому, что в Флоренции Джотто, а потом Микеланджело, и потом это город, в котором люди умели работать со скульптурой, мы в христианской цивилизации, в христианской цивилизации вершиной искусства является воплощение, воплощение, это культура плоти, и недостаточно мыслить идею, необходимо ее воплотить, и поэтому скульптор это что-то более высокое, чем игра, потом идет живописец, живописец сделан изумительно, есть то, что он в уме представляет, то, что он изображает, после живописца идет архитектор, это последний барельеф, это сагбенный человек в пустом пространстве, который что-то рисует, но если вы его позовете, и он распрямит плечи, выпрямится, что он увидит? Он увидит храм, который он спроектировал, он, да, вот как бы перед ним, вот здесь, где я стою, стена храма, реального, и он, поднимая голову на картинке, видит то, что он рисует, вершину человеческого творчества, мы видим вершину, и входим в лучшую сумму всей цивилизации, синтез всего, что человек умеет, в храмовое пространство, но вы помните, что есть четвертая стена, но что там, там только верхний ряд, в проекте Джотто, там нет нижнего ряда, изображены виды труда, в которых небесный идеал совпадает с реальностью, нету развлечения на ряды, что это, это семь таинств, которые происходят в церкви, это труд священника, то есть, это невидимый миру труд, который обычно люди проскакивают, они его не видят, потому что он прислонен почти к стене, который можно увидеть только любопытствуя, если тебе страшно интересно, на чем держится мир, на всякий случай, он держится на этой стене, но ее не обязательно даже видеть, она припрятана, интересно, что нету нижнего ряда, видите, и тут начинается сюрприз, это вот семь таинств, они, кстати, сделаны гиперреалистически, на фоне всех символических изображений, вот так выглядит стена, сейчас, после 1440 года, что произошло, в этой башне, флорентийцы сделали поразительную вещь, они подумали, что если это башня про время и про историю, то где еще строить университет, как не в башне, если мы решаем все время эту задачу, цивилизации, труда, семи свободных искусств, почему бы там дверь не пробить, и не сделать во всей башне первого флорентийского университета, и в 1361 году, по-моему, создается флорентийская школа, и там создается университет, но вы видите, дверью испортили два барельефа, слава богу, в то время люди были как-то поаккуратней, они, конечно, не испортили, они их сняли, но куда их девать, два, надо же куда-то их в хорошее место пристроить, и им в голову приходит, через 20 лет после Джотто, Джотто умер, они думают, что с этим сделать, и придумывают вот такую вещь, видите, живопись и скульптуру переносят на вот эту тайную стену, проходит еще немножко времени, вы уже можете догадаться, мышление градоначальников, они не Джотто, они вот, как вы, уже переживают, кто это поймет, значит, они делают такую потрясающую вещь, они доделывают, потому что вот так некрасиво, они богатые ребята, они заказывают самому великому мастеру барельефов, который просто-просто везде в Италии, они заказывают ему вот еще пять, он делает, делает неплохо, видите, Лука де Ля Робия, вот так выглядит его философия, это такой шедевр искусства возрождения, позднего, вот так он делает все оставшиеся недостающие шестиугольники, кажется, что все прекрасно, но уже понятно, что люди через сто лет после Джотто не прочитывают эту историю, то есть он заложил некую формулу, чтобы человек, если хочет, прочел, проблема в том, что не читают, и уже через сто лет не читают до такой степени, что все портят, но обычно, когда люди портят, они не чувствуют себя варварами, культура погибает всегда под наркозом, приходят люди, которые считают, что они сделают еще красивее, еще дороже, еще замечательнее, и вот это дыробье, конечно, по качеству, он как будто бы выше, и нам кажется, что искусство эпохи возрождения гораздо выше, чем то, что было на сто лет раньше, но в итоге мы получаем вещь, которая как будто бы красивее, но в ней потерян смысл. Европа в этот период, с конца 14 века, уходит в новое состояние, в котором теряется это понимание истоков европейской цивилизации, мы вступаем в какую-то новую эпоху, когда люди думают, что цивилизация строится не на моем серфинге, на реальности, а на моих собственных способностях, и вот эта структура добродетельная, структура следования, структура свободных искусств рушится, и рождается культура нового времени. Проявляется это в том, что у людей сокращается время планирования, во многом проявляется, но в том числе и в том, что мы перестаем понимать, откуда берутся вот эти огромные сооружения. Мы, как европейцы, начинаем ходить по странам, среди домов, происхождение которых мы не понимаем больше. История из Барселоны. История, которую вы все знаете, но я в нее внесу несколько красок, которые обычно в нее не вносят. В конце XIX века в Барселоне происходит интересный градостроительный эффект. Барселона быстро растет и богатеет, прямо как Флоренция в Средневековье по экспоненте. Несколько семей в городе, которые относятся к таким отцам этого города, понимают, что кризис серьезный. Потому что богатеющий город привлекает силы со стороны. Люди, которые приезжают в этот город, уже не понимают, как он живет. Они просто пользуются этим городом, его энергией. Город внешне богатеет, растет, но на самом деле подсекается корень жизнеспособности этого города. И он начинает вырождаться. Вот в Барселоне случилось что-то похожее во второй половине XIX века. Вот этот человек, Жозеппе Боккабелли, был один из таких людей, которые начали тревожиться. А что делать? Город богатеет. Это значит, что скоро люди перестанут понимать природу жизнеспособности города. и надо как-то себя вести, как-то надо реагировать. Они делают очень странную вещь. Во всех смыслах странную. Они создают общество святого Иосифа. Святой Иосиф – это земной отец Иисуса Христа. То есть просто отец. Тот, кто в жизни Христа был тем, кто нёс ему отцовство. Тот, кто научил его для средневековых людей, для христиан. Иосиф – это покровитель труда, физического труда. Он не только плотник, но и тот, кто понимает духовную ценность труда. Поэтому почитание Иосифа – это почитание истоков труда. Возникает общество, которое ставит свои задачи что-то сделать, чтобы барселонцы не забыли детьми, каких отцов они являются. То есть нельзя позволить, чтобы жители города забыли об отцах. Вообще, чтобы тема отцовства не пропала. Они создают общество самого знаменитого отца. В то время в католической церкви ещё не было культа святого Иосифа. Через несколько лет он появится. Эти люди принимают решение, что что-то надо делать с отцовством. Они решаются создать в центре города такой объект, который будет воспитывать горожан самим фактом своего наличия в городе. Вот люди будут мимо него ходить, любоваться им. И по мере того, как они будут любоваться, у них будут рождаться вопросы, которые будут трансформировать их сознание и воспроизводить горожан, которые не забудут об истоках Барселоны. Что это такое? Они решают строить собор Саграда Фамилия, святого семейства. Вначале они ведут себя как нормальные простые предприниматели. Что делать? Они решают вопрос ресурсов, собираются вместе, приглашают на работу какого-то архитектора, он им чертит какой-то прекрасный обычный скучный храм 19 века, неплохой, но так себе, который никого не способен трансформировать, просто красивый. Они понимают, что это не очень решение. Вот этот человек, Жозеп Бокабеля в отчаянии спрашивает свою набожную маму, где взять архитектора. Мама, не без визионерских способностей, простая женщина, ему говорит, ну сынок, ты сильно об этом не беспокойся, он к тебе сам придет. Просто вот дайте клич, что вам нужен архитектор, он к тебе придет. Мама, как я его узнаю? Ты его узнаешь по голубым глазам, сказала мама. Через короткое время в комнату зашел человек с очень голубыми глазами. Причем тут голубые глаза. В испанской культуре и в средневековой культуре были сценки, и у нас есть вертеп, где играют в Рождество Христово. Играли столетиями. И были требования к актерам. Вот к Богородице были требования, к ослу были требования, к ребенку были требования. Единственный человек, которому требований не было, это был Иосиф. К нему было одно требование. Он мог быть каким угодно, но только с голубыми глазами. Это был знак Иосифа. И мама говорит, зайдет, человек с голубыми глазами, вот его в архитекторы и берите. Зашел человек, и Жозеп ему говорит, ну все, мы согласны, вы архитектор. А поговорить? Ну мы вас знаем. Они взяли так на работу Гауди. Представьте себе этих смиреннейших людей, которые собираются, думают о святом Иосифе, об отце, о храме, о духовности, о том, как вернуть связь с отцовством, о том, как вернуть детям понимание, детьми чьих отцов они являются, каких отцов. И вот они берут на работу Гауди. По-моему, в истории Гауди это самая неожиданная вещь. Рискованное дело. Вы приглашаете человека, который сейчас будет строить самый большой храм в городе. И вот такой, у него CV, знаете, он вам альбом показывает, и вы смотрите, как красиво, что он там нарисует. Знаете, что он не знал математики? Он совсем не знал математики. Он строил, как сейчас говорят, экологические у него методы были. Такой современный дизайн. В музее Гауди, у храма есть музей небольшой, там есть один объект совершенно потрясающий, как он делал арочки свои знаменитые. Он брал веревку, вешал грузики, она провисала, как-то веревка, и он смотрел в зеркало, которое клал на пол. Как она там вывернута, как арочка? И срисовывал. И шел строить. И потом оказалось, что это знаменитая арочка Гауди, самая прочная и все такое. Он говорил, что я учусь у моего мастера. Вот Бог так строит, но я так строю. Все очень просто. Но я сейчас не про его методы строительства, а про его воспитательный проект. То есть Гауди начинает строить то, что мы все знаем. Вот такое сооружение в центре города. На всякий случай это не кафедральный собор. Многие думают, что это кафедральный собор, главный собор города Барселоны. Это не так. Это просто один из храмов. Просто очень странный. Значит, так это выглядит. Вот это дом, музей Гауди. И храм. Сейчас немножко полюбуемся. Это стена, которую построил Гауди. Первое его решение. Смотрите. Современные люди, это люди, у которых украдена надежда. Это люди, у которых среди трех забродетелей вера, любовь, надежда в самом слабом положении, то есть у нас с вами, находится надежда в слабой позиции. Потому что это время планирования. Мы можем любить, мы думаем, что мы можем любить. Мы догадываемся, что мы немного можем верить. Потому что у нас есть еще кое-какие суверия. Но вот с надеждой уже хуже. Потому что это время планирования. Мы почти ничего не делаем на расстоянии больше, чем наша жизнь. Что делает Гауди? Он понимает, что если он начнет строить так, как принято, с фундамента, то, скорее всего, это будет долгострой и никогда не достроят. Это надоест всем и разрушат в какой-то момент. Его спрашивали журналисты, а вы не боитесь, что вы умрете раньше, чем достроите? Он говорил, у моего заказчика времени много. Это его знаменитый ответ, мне все равно. То есть, в нем была позиция средневекового человека. Он знал, что это не его дело знать, кто и когда закончит. Он должен создать импульс. Но в отличие от средневекового человека, у которого надежда была, у современного человека ее нет. Поэтому он должен создать объект, который будет воспроизводить импульс сам по себе. Что это значит? Он принимает странное решение строительное. Он понимает, что надо строить не с фундамента, гнать по чуть-чуть, а построить одну стену. И он строит вот эту стену Рождества. Остальных стен просто нет. Но он ее строит до конца. Почему? Потому что он резонно считает, что современного человека может привести в движение только красота. Только красота. Будет такой кризис, когда человек будет парализован страхом. А потом будет гражданская война в Испании. Люди действительно будут парализованы страхом. Что их может вывести из состояния страха – красота. И он считает, что если он сделает что-то нереально красивое, вот стену, мимо которой люди будут ехать или идти, и думать, господи, как красиво, а почему это до сих пор не закончено? Они будут по чуть-чуть как-то там собираться, что-то строить. Поэтому он принимает решение построить одну стену, во-первых. И он говорил, что на вторую стену он нарисовал эскиз страстей христовых, и он ее не успел построить. Был приглашен другой великий архитектор и скульптор испанский, который сделал поразительную совершенно стену, совсем не такую, как эта. Это праздничная, веселая, рождественская. Видите, елка наверху. Зеленая, конечно, с птицами, с мозаиками, чем угодно. Это невероятной красоты стена. Но он сделал еще один прием. Он считал, что обычный человек, когда идет в храм, что видит? Видит некое сооружение неплохое, но заходит внутрь и видит там особую красоту. Он понимал, что современный человек это расслабленный человек. Он может не зайти. Он может просто мимо идти. Поэтому то, что раньше было красотой внутри, нужно наружу вынести. Он вытаскивает все наружу, все, что раньше в храмах было внутри, он выставляет прямо на показ. Вот что, смотрите, как красиво. А вы хотите посмотреть, что внутри? То есть он создает такой поток, градиент, чтобы человек вошел, будучи влекомый красотой. Это очень странная тема, что только красота в кризисные времена может человека привести в движение. А интересно, что на большую перспективу он оказался прав, потому что современные художники в начале 20 века пытались добиться разрушения. Пикассо, например, собирал подписи, чтобы взорвать. Они считали, что это очень уродливое здание, не такое красивое, как картины Пикассо, это очевидно. Поэтому, конечно, это только уродует город. И горожане не позволили. Просто простые люди написали соответствующие петиции, больше, чем художников оказалось, простых людей. И эта штука уродливая, страшная вещь. Осталась в центре Барселоны. Ну, дальше так это выглядит. Вот эти беленькие, видите, пацаны с черненькими, это то, что до сих пор строят. Это, собственно, мама Иосиф и маленький Иисус. Это Иисус-подросток, который на плотницком станке работает. Это, собственно, семейство. И вот это потрясающая стена страстей Христовых совсем не такая. Эти штуки, как скелет, как кости, кости, которые дробятся, ломаются под пытками. Вот там все... Это прямо испанское искусство. Ну, а теперь мы входим внутрь. Что это? На что это похоже? Гауди рассчитывает на поразительный эффект. Вы попадаете в какой-то каменный лес, вы оказываетесь на природе. Но немножко странно на природе. Вы оказываетесь на природе, как ребенок, заблудившийся в лесу. Вот чувства величия жизни возникают у нас не от того, что мы внутри великие, а от того, что мы обнаружим себя маленькими на берегу чего-то огромного, например, океана. То есть интересно, что в городе, где я большой, я могу скучать. Но на берегу океана, где я маленький, рядом с океаном, я не скучаю, потому что я переживаю величие жизни. Вот величие жизни нас посещает, чувство величия жизни, нас посещает рядом с чем-то великим. Вот эффект Гауди – это эффект перемасштабирования жизни. Тебе кажется, что ты заходишь в большую историю, как великан, а оказываешься маленьким ребенком среди травы жизни, леса жизни. И вот эта работа с масштабом, игрой масштабом, была построена во всех своих деталях и рассчитана на то, что случайно зазевавшийся пешеход, который забыл уже про все, про христианство, про культуру, про цивилизацию, он просто турист. Проходя мимо, заходя в это пространство, будет обнаруживать в себе какие-то движения, сердца, ума, которые будут возвращать его к чувству жизни, необходимому для воскрешения города. То есть, его называют последним собором Европы, потому что были великие соборы в средневековье типа Санта-Мария-дельфьоры, а Гауди, это конец 19-го, начало 20-го века, когда современный человек пытается разогнать ту же энергию в состоянии кризиса, когда Европа рушится, Первая мировая война, война гражданская и так далее, появляется человек, который строит этот объект. Теперь вопрос, удалось ему или нет. То есть, то, что это красиво, само собой, храм осветил Папа Бенедикт XVI, там сейчас проходит богослужение, он до сих пор не закончен. Не потому, что у испанцев нет денег, а по правилам по уставу собора не принимаются большие пожертвования просто так, уже бы давно достроили. Там правило, что могут деньги жертвовать только люди, с которыми случилось чудо. И они должны описать точно, что случилось. И поэтому все строится на реальные пожертвования, заносимые в книжки, которые записываются все истории, связанные с семьей и так далее. Поэтому он строится до сих пор. Например, не построена главная центральная башня. И с этой башней очень интересно. Что делает Гауди? Гауди, он строит, он проектирует нереальную башню. В Барселоне есть гора Манжуик, самая высокая гора Барселоны. Она высотой, простите, я сейчас боюсь соврать, например, 162 метра. Гауди делает башню по проекту 161 метр. Не 163, а 161 на 1 метр меньше. Они ее построить не могут, она такая высокая, эта башня. Но для него важно, что она чуть ниже. Почему? Потому что он говорит, что все это существует как следование за учителем. Если наш маэстро, Бог, он построил гору, мы можем стремиться в высоту, но чуть ниже надо делать, а не чуть выше. И поэтому эту башню до сих пор не могут достроить. Удался ему проект или не удался? До сих пор строится. Сейчас, говорят, по статистике, это самый посещаемый объект в Европе. Там какие-то миллионы туристов в год. Но это живое здание, которое делает эту работу. Сам Гауди этого не увидел, потому что погиб. И тоже погиб очень красиво. Когда он делал одну из входов в этот храм, он изобразил сцену умирающего человека, над которым стоят таинства смерти. и стоят сестры. У него был друг, богатый человек, и он сам был не бедный. Они однажды заехали в приют, дом-приют, в котором умирал бродяга. И над ним хлопотали монахини, улыбаясь, веселые, задолго до матери Терезы. И этот человек улыбался. Он был чистый, помытый, сытый, умирающий, счастливый человек. Над ним хлопотали эти прекрасные женщины. И Гауди с другом стоял и говорил, слушай, если что, я хочу умереть здесь и вот так. И друг ему сказал, красиво, но у тебя не получится. Тебя в этом городе каждая собака знает. Гауди однажды вышел из дома. Он уже давно выглядел как бомж. Есть только две или три фотографии его в это время. Он прятался от фотографов, нет фотографий. У него в кармане были какие-то зерна, которые он ел. В другом кармане было Евангелие. И у него ничего не было. Однажды он вышел полюбоваться храмом, его сбивает трамвай. И люди видят на улице бомжа, которого отправляют в тот самый приют. И там он умирает. Что в этой истории я вам хотел собственно говоря подчеркнуть? Что когда мы видим такие сооружения, мы редко задаем себе вопрос, а в каком смысле эти вещи воспитывают граждан, горожан? Думаем ли мы сегодня так? Когда мы строим дом, разбиваем парк, думаем ли мы, что мы создаем пространство перформанса, в котором дети воспитываются, люди воспитываются? Да или нет? Вот интересно, что все большие европейские города содержат в своем сердце такие объекты. Они не просто величественные, они воспроизводящие структуру горожанина. И тогда возникает последний вопрос, а вот если мы понимаем проблему, что проблема в кризисе надежды, в этом долгом планировании, и нам сегодня нужна надежда, где взять? Если после этой истории вам придет голову, что может быть собор построим, а, то вряд ли. Скорее всего, так не работает больше. Тогда нужно понять, что в современной украинской культуре является аналогом архитектурного объекта, который воспитывает горожанина. У меня есть своя гипотеза, сейчас я вам скажу, это конец. Это сады, то есть сад это единственное доступное искусство для современного человека, в котором соединяются все человеческие умения, искусства, технологии. Каждый человек, причастный к разбивке сада, художник, ботаник, архитектор, предприниматель, политик. Все эти люди могут только сделать это вместе, один человек не может, то есть это синтетическое искусство, которое собирает всех, но каждый из участников хорошо понимает, что делает это не он. Растение растет само, а мы должны ему помогать. То есть сад соединяет две вещи, с одной стороны предел человеческой энергии и активности, с другой стороны предел человеческого прислушивания к тому, что растет. И то, что растет, растет гораздо дольше, чем мы живем. Вот сад это единственный современный архитектурный объект, который выполняет функцию воспитания в человеке надежды. Я до сих пор не нашел другого объекта. я думаю, что для современной ситуации, вот скажем нашей украинской, разбиение садов в кризисные времена на руинах, разбиение садов на руинах это единственная доступная нам форма воспроизведения той энергии, которую европейцы находили в построении таких соборов. Парк ли, сад ли, мне кажется, гораздо важнее пара лес и сад. Лес и сад. Потому что мы часто думаем, что сад мы разбиваем среди города, но на самом деле, чтобы возник сад, нужно вернуться к лесу. То есть у нас потеряна связь с лесом. Нужно каким-то образом переоткрыть энергию леса, потому что лес это древняя метафора, древний символ хаоса, в котором от порядка осталось только вертикаль. И поэтому способность человека в кризисные времена начинать жизнь заново реализуется через переоткрытие леса. То есть такой формы жизни и хаоса, в которой сохранена вертикаль. И когда мы заходим в лес, мы можем попробовать в этом лесу разбить сад. Если мы работаем с этими метафорами преодоления кризиса и посмотрим на сегодняшние три истории, то все, что я хотел сказать, я хотел сказать следующее. В эпохе кризисов нам всем хочется начинать с гипертрофированного чувства долга. Нам хочется взять ответственность за Вселенную, за страну, за какие-то огромные порядки, потеряв единственно важный вопрос о собственном желании. Нам кажется иногда даже, что вопрос «что ты хочешь?» времена кризиса неуместен, потому что не до этого нужно спасать, защищать, строить. Вот все три истории я собрал для того, чтобы показать, что европейская культура начиналось с мужества людей, которые сделали ставку на свои желания. Они сохранили цивилизацию, они сумели решить задачу перехода от группы людей в горах под Римом к решению Джотто и таких городов, как Флоренция. И даже тогда, когда Европа перестала это понимать и прошла большую петлю нового времени, она открыла внутри себя точку Барселоны, как один из примеров, когда собираются люди и принимают технологическое решение воспитания горожанина через некое технологическое пространство. Для Барселоны это саграда фамилия, но наши времена еще интереснее, чем времена растущей и богатеющей Барселоны. У нас другая ситуация. Мне кажется, что наше искусство или искусство нашего времени это искусство разбивания садов на руинах.